всем привет привет мой долгожданный выпуск да и я думаю один из самых геморройных это индустриал то есть я вам покажу как мы вместе с вами сделаем одну буровую установку я тот мода знаком с ним всего лишь один день вчера я начинал с этого мода это столько я мозгов вы вынес были проблемы с установкой моды оказывается этот мод там не дружит с другим open fine по-моему да open fine мод которая избавляет от лагов ну кто ставил тот знает или два мода не дружит ладно убрал тот мод установил этот мод потом оказалось что мото работает на половину то есть он добавил машины а всего остального не добавил ни молотков ничего а без этого нельзя было ничего сделать тоже мозг начал мать в итоге что я сделал я скачал точно такой же файл да точно такая же версия файла и алиуя заработал то есть я сразу зашел когда я увидел стало 582 и ты мало было 440 хотя мод работал я вам еще раз говорю то есть он отображался модах и некоторые были итемы добавлены все в итоге все добавилось тогда я начал все делать я понял я сначала думаю что этот мод поможет нам быстрее все делать нет этот мод просто добавит геморроя ну поехали не будем затягивать открываем нишу здесь уже стоят у меня машинки это еще не буровые установки вы не подумайте нет дома у нас буровой установки не будет ни в коем случае мы не больной психопат это у нас стоят аппаратура для обработки знакомьтесь кстати заметьте их плохо ставить а рядом с друг друга вплотную очень плохо они не будут взаимодействовать поэтому ведь и их нужно ставить через клетку и ставить провод самое главное во-первых генератор он выдает энергию то есть здесь а весь этот мод да он отталкивается от энергии чтобы была энергия мы кладем уголь пошла слышите пошла работает красавица ведь а он будет или заряжаться до энергии буфер или сразу передавать куда-то на обработку теперь дробитель он например из руды грави можно можно даже грави прикиньте он из руды например любой руда золотая там медная так далее он ее дробит и получается пыль кстати мы положили если мы положим слиток да например вот мы получили руду железную мы ее когда сварили до пожарили у нас получилось короче железный слиток если мы сюда кинем слиток железный то у нас получится пыль железная но если мы кинем сюда именно руду железная, то там получится очень такая маленькая пыль, да, раздробленная. То есть у нее уже будет другое назначение. Ну вот, видите, в итоге кремень достали. Хотя здесь грави нафиг не нужен. Но суть в этом, что дробитель из... или из слитка, или из самого... из самой руды получает, короче, раздробленную версию. Она тоже нужна для крафта. Безусловно, нужна. Теперь, рудопромывочная машина. Она нужна нам, чтобы получать очищенную руду. Вот, чтобы вот это получать, небольшая кучка медной пыли. Небольшой кучок. Небольшая кучка медной пыли. Потом получать... А, вот. Вот, что из этой фигни, да, если мы положим камень руды, мы получим измельченная медная руда. Потом, когда мы положим сюда измельченную руду, мы получим уже очищенную измельченную руду. Здесь нужно еще водой заправлять. Короче, геморроя полно. Это очень долго всё объяснять. Теперь идём сюда. Идём сюда. Что мы, собственно говоря, и будем делать в этом выпуске? Оп, оп, ом, ом, ом. И открывая занавес тайны. Поехали. Вот наша буровая установка. Это первая буровая установка, которую я делал вообще когда-либо в жизни. То есть, во-первых, генератор. Тот самый генератор, который я показывал. Да, мы суём сюда уголь, он вырабатывает электричество. Но заметьте, я читал на Вики очень много вариантов генераторов. Например, есть солнечные батареи. Заряжаются от солнца, дают электричество. Есть ветряные мельницы. Заряжаются от ветра, дают электричество. Есть там водные тоже, вот, гидро, да? Гидро, там, аппараты эти, которые от воды заряжаются. Если у вас этого нету, то можно начать с самого лёгкого варианта. Генератор. То есть, просто своём уголь вырабатывается энергия. Он подключается, опять говорю, ставить через блок. Не ставьте полотную. Если я поставлю полотную, этот не будет вообще работать никак от энергии. Самое главное, буровая установка... Ой, извиняюсь, так. У меня был припадок. Буровая установка. Как же её сложно делать. Матери бур. Для начала нам нужно сделать отдельно бур. Сначала мы делаем, по-моему, шахтёрский бур, да? Там очень много индигредиентов. Собираем шахтёрский бур. Чтобы сделать алмазный бур, нужно найти три алмаза. Я уже нашёл. Кстати, я вам ещё покажу, где я нашёл алмаз. Мы вместе с вами добудем его, по-моему, да? Если я его не добыл. Фух. В итоге, с горем пополам, я сделал алмазный бур. Потом нужно делать сканер тоже. Там все эти запчасти, микросхемы. Собрал горе пополам. Здесь у нас помещается трубка. Давайте я покажу, как он выглядит. Кстати, в старых дополнениях, потому что я изначально на видео видел абсолютно всё по-другому. Что всё легко. Идёшь там, собрал пару этих итемов, да? Сделал буровую установку. Пошёл там в шахту, поставил. Она лазером пробивает за секунду. Это старая версия. Извиняюсь. Здесь абсолютно всё по-другому. Здесь гораздо всё сложнее. Николай, здесь лазера нет. Здесь есть лазерная пушка. Но это другая история. Здесь именно буровая установка, которая, видите, сверлит вниз. То есть, как реально. То есть, в реальной жизни полностью идентично. Вы ставите буровую установку, там, потом эти буры. Это бур называется? Или как называется эта палка? Я не помню. Я не могу ещё показать, потому что мы не можем её сделать. Нужно много-много железа. И, хочется говоря, каждая вот эта вот буровая палка, да, я потом покажу, как правильно называется. Давайте глянем. Сейчас, чтобы вам не врать. Бур. Вот. Буровая труба. Вот. Её делать, в принципе, не сложно. Главное, чтобы была железка. Вот. Буровая труба. Каждая буровая труба, это один блок вниз. У меня сейчас здесь уже использованы 22, 22 буровые трубки. Этого мало. То есть, по замыслу, чтобы дойти до самого конца земли, вы видите, вот справа, видите мой радар? Вы видите, справа радар. Внизу, да, плюс 207, 122, это координаты. А вот ещё ниже, 70, это глубина. То есть, я могу опуститься, 69, видите? Самая низкая глубина, это, по-моему, шестёрка. Там уже будет лежать, я не помню, как называется, коренная порода будет лежать, да, это шестёрка. Ну, может, можно до пятёрки, но ниже мне не получалось. Так вот, чтобы дойти до самого низа, видите, нам нужно будет минимум 70 буровых, буровых трубок, 70, у меня 22. Их тоже нужно делать, надо много железа. Но это другая история. Всё, давайте мы к старту перейдём к делу. Фух, очень много видения было, очень много теории. Так, давайте мы вернём на базу эту шляпу. Опа. Ещё проблема в том, если эта буровая установка врежется в воду или в лаву, она остановится. Надо будет убрать воду или лаву, но можно будет поставить ещё откачку. Рядом поставить ещё механизм, который будет в бутылке откачивать воду и лаву. Прикиньте, здесь такие схемы нереальные, просто реально промышленность. Просто промышленность. Можно завод идти уже ставить в реальной жизни. Всё, поехали. Нам нужна буровая установка. Алмазный бур, это типа уже роскошь. Мы начнём с нормального, с обычного бура. Ох, как же это всё геморрона. Нет, нам нужно начать с этой коробки самой. Поэтому ищем, да, буровая установка. Вот она, буровая установка. Что нам нужно для неё? Вот, нам нужны электросхемы, да, нам нужны две электросхемы. Для этого нужна медь и резина. Ну что ж, у СГО, я надеюсь, что выпуск получится не сильно, да, большим. Я хочу показать вам всю красоту. Медный слиток, слиток. Потом, кстати, чтобы сломать и перенести этот механизм, вы не можете сломать его киркой. Нет, если вы сломаете киркой его, да, то механизм разрушится и выпадет только маленькая часть его. Для этого вам нужно делать, что делать? Гаечный ключ. А чтобы сделать гаечный ключ, вам нужно будет поставить вот эту вот парашу, рудопромышленная машина, сделать бронзу. В игре нету, ой, не бронзу, а... Так, как же называется? Подождите. А, бронза. Правильно, в игре нету бронзы. Чтобы получить бронзу, вам нужно будет делать дробитель, да, получать, короче говоря, пыль, разные виды пыли, потом смешивать из четырех ингредиентов. Потом получите бронзовую пыль и после сварки вы получите слиток и сделаете ключ. Я потом переделаю ключ, дальше сделаю апгрейд и сделаю электроключ. Вот она батарейка, ее можно тоже заряжать. Ну, поехали. Так, что нам нужно, да, угу, уже есть у нас четыре медных провода, нужно сделать медный провод. Нам нужны кусачки, нужно будет делать кусачки, кусачки сломанные. Это фигня, больше нам здесь ничего не нужно. поехали, да. Давайте сейчас я выложу все лишнее, чтобы у нас были слоты, 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 слоты. Нам нужны сейчас пластинки. Пластинки мы делаем с помощью кузнечного молота. Видите, он тоже израсходуется, молот. Нам нужно нарезать длинные пластиночки. Так, подождите. Как мы режем пластинки, я вот не помню. Пластинки, пластинки, бронза. А, я случайно бронзу сломал. Ну, в принципе, не страшно, мне бронза уже, в принципе, не нужна. Нет, надо было сломать. Вот. Видите, они очень сильно похожи на медные и бронзы. Все, переводим и в пластинки, потом режем. Сейчас ломается, блин, кусачки мои. Как же их делать, я не помню. Как делаются кусачки? Ага. Три пластинки, две железки. Ладно, сейчас делаем. Все, поехали. Так, все, кладем медную пластинку. Само собой, провода делаются из меди. Это как в жизни, правильно? Все, все, что мы сделали, 4 штуки. Железа у меня, к сожалению, нету. Блин, потому что все железо я израсходую. Все железо. Так, железо, железо, железо. Пластинки две, мало, две пластинки. Ладно, делаем провода пока. Делается провод вот так и с помощью резинки. 8 проводов у нас уже было, да? Дальше давайте глянем сейчас быстренько. Опа, 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 поехали. Так, электросхема. Я потихонечку начинаю запоминать, да, ну, не наизусть, но уже помню что-то. Где-то у нас была эта фигня, да, где у нас железная пластиночка была. Вот она, железная пластинка и красное говно. Сейчас мы сделаем одну микросхему, так, ой, ой, извиняюсь. Стоп, подождите. Сейчас уже придут зомби, давайте тогда сейчас уснем быстренько. Это будет только одна микросхема. Ну, вторую микросхему я тогда уже пойду и буду добывать металл. Конечно же, я не буду вас мучить показывать это. Это мучительно поиски металла. Так, ну, поехали. Что мы хотели сделать? Давайте еще раз глянем. Ага. Так, две красные посередине. Все, ставим тогда вот так. Потом, где наши провода? Вот они. Раз, раз. Это только одна микросхема, конечно, от нее толку не будет. надо еще. Так, нам нужно медный провод еще. Нам нужно сделать кусачки, правильно? Да, без кусачек мы не сможем сделать. для кусачек нужно три металла, по-моему. Нет. Да. И как удобно. И даже поиск есть. О, два, подождите, может даже хватить одна железная пластинка. О, железный слиток. Так, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла-лай. Так, все, нам нужно сделать одну пластинку. Скоро, еще молоток сломается, жопа тупая. Так, потом сделаем раз, два, раз, два, три. Правильно? Так, сейчас, секунду, извиняюсь. Вот, все, все, все. Тяжело просто все в голове уместить, реально, очень тяжело. А, ну да, надо было просто приставить картинку и все. Оп, оп. Так, все, нарезаем. Это у нас пойдет только на провода. Давайте вот так и вот так. Окей, все, сделали. Сможем сделать? нам нужна будет еще пластинка для микросхемы, по-моему? Микросхема, микросхема, микро, нет. Так, буровая установка, бур, вот она, электросхема, не микросхема, электросхема. Да, нужно будет посередине одну фигню поставить. Ну что ж, тогда мы давайте один сплющим, железный. Опять же, главное не перепутать железный слиток и оловянный. Ставим посередине, потом вот так. Там в любом порядке можно по идее, сколько я помню, да. Она одинаковая будет. Все. Ой, извиняюсь. Так, хорошо, смотрим, что у нас дальше. Опять поиск. Сделали две электросхемы. Ну, буробую установку сделать не сложно. Самое сложное сделать остальные деградиенты, то есть, сам бурт, потом фигню, все это, сканер, вот что геморройно. Но все равно, нам нужно будет много-много металла. Базовый корпус механизма, он делается очень легко. Для этого все, нужен камень, ой, металл. Все, дальше я уже не смогу вам показывать. Он делается из пластинок металла, железа, из пластинок железа. То есть, сразу мы тогда делаем так. И вот так. Вот железные пластинки, и нужно их сколько? Раз, два, три, шесть, восемь штук. Восемь штук. Короче, металла, дай хера. Я пошел добывать металл, и потом дальше вам покажу, что да как. У меня зверюшки плавают. Металла надо очень много, очень, очень много. Но мы сделаем, о, крипер. Мы сделаем, я вам обещаю. Так, ну, вот у меня в шахте, да, алмаз. Сейчас мы его добудем, алмазы. Вообще, я рекомендую, вот именно, видите, работать на шестом уровне, вот справа. Видите, написано, глубина шесть. Вот самый лучший вариант. Здесь алмазы гораздо чаще можно найти, нежели на другой глубине. Поставим, давайте, свет. И, let's go. Алмазную руду можно добывать только начиная с железной кирки, то есть, каменной киркой нельзя. Опа, алмазик. По-моему, они должны по три максимума респаца. Здесь было два. К сожалению, ну, от этого толку не будет никакого. От двух алмазов. Я вот думаю, если еще найти алмазы, пустить их на алмазный бур или на кирку. цена нужна кирка, потому что кирка постоянно ломается. Кстати, видите, внизу, слева, прочность кирки написана 249. Кирка новая, то есть, там было примерно 251. А если мы сделали алмазную кирку, у нее будет прочность, по-моему, 1500 с чем-то, то есть, огромная прочность и скорость добычи огромная. Ну, вот про алмазный бур. Чем он лучше обычного бура? Он же нам нужен для буровой установки, правильно? Он лучше именно скоростью, в 3-4 раза быстрее идет сверление. Если я обычным буром, он очень медленно сверлит один блок, то есть, я быстрее ломаю рукой. А вот если я алмазным, он прям вообще пру-пру-пру-пру-пру вообще офигенно. Ну, посмотрим. Я сейчас буду в любом случае добывать металл, железо. Железный металл, ну, я это имею ввиду. Потому что его очень мало нужно будет добывать, добывать, добывать. Вот такие вот пирожки. А потом, когда я добуду металл, я уже включу и покажу вам, что получилось. Окей? Так, я сейчас подумал, короче, мы сделаем немного по-другому. Давайте сначала сделаем бур, да, чтобы на глубину максимальную заходить. Реально, а то смысла не будет. Зачем делать нам еще одну буровую установку, если у нас нету бура? Так, сейчас, секунду. буровой трубки нету, да? Если он не достает до дна, какой смысл? То есть, по факту, да, мы сейчас поставим новую, и нужно будет ей тоже делать буровую трубку. и в итоге они будут с самого верхнего слоя брать там вонючие говно, всякие каменные блоки. Для этого мы сделаем буровую трубку. Сначала мы закончим первую установку, чтобы она прям до самого дна доходила и могла поднимать алмазы. А уже потом начнем вторую установку. Так, как она там собирается? Ага, ну, собирается легко, нужно опять металл. Я собрал пока металл, а давайте попробуем переплавить его. Кстати, можно еще построить печку, она гораздо лучше и эффективнее плавит. Давайте посмотрим печка. Печь, вот она. Так, железная печь, электропечь, индукционная печь. Я не знаю, какая между ними разница. Нет, это слишком мажорно. Железная печь. Так, как обычная печь, только железная. Ну, по-моему, работает лучше. Электропечь. Электропечь, то есть электричество. А, наверное, все отлично. Давайте сейчас мы сделаем железную печку, потому что реально она, я считал, что она лучше, чем обычная печь. Ее сделать не сложно. Блин, опять металл? Да елки-палки, сколько же металла-то надо? Много-много металла, очень много металла надо. Железные пластинки есть. Тогда сначала сделаю бур, потом печку, потому что плюс ее в том, что она будет очень сильно экономить нам уголь. А это важно, у нас очень много угля будет выходить вот сюда, вот, генератор. так, железа здесь нету больше, нету. Да, огромная проблема с железом, огромная. В любом случае мы сначала делаем бур. Так, давайте еще раз глянем, я в принципе помню, но все равно глянем. Печку сделать легко. да, да, надо шесть штук получается, правильно, у нас есть две. Ну, еще давайте возьмем, потом нам нужно будет, вот у меня два алмаза. Нафиг никому не нужны бесполезные говно. Да, пошутил, не бейте меня. Так, нам нужен будет кранчик и молоток, чтобы делать плюшку. Молоток, опа, железный слиток, нам нужно шесть, поэтому давайте мы тогда уберем один, опа, шесть. Ну, и все такими темпами мы делаем бур. Пок, восемь штук, ну, это немного, это всего лишь глубина плюс восемь будет у нас. а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Там выстрелил кто-то, ну, мимо меня. Ладно, не важно. Все, бежим. Кстати, я забыл сказать, зачем же здесь стоит сундук? Если мы будем без сундука использовать так механизм, он будет выкапывать бур и разбрасывать все блоки вокруг себя, все, что он находит. Но если мы именно вплотную максимально ставим, вот так То все, что он находит, кладется в сундук Я вам это сейчас все покажу Ставим трубку Видите, поехало, говно по трубам Но, малый... Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп Великая скорость, это благодаря оталмазному буру Но теперь нам нужно электричество Давай, братюня Видите, пока красное не заполняется Потому что все электричество уходит сюда На буровую Но если она не будет подключена То у нас просто генератор заполнится на всю И будет ждать, пока кто-нибудь не будет использовать его энергию Вот она работает Смотрите, видите, булыжник Пять штук, шесть Такими темпами она копает, копает Но все равно медленновато, конечно, быстрее руками Но если грамотно сделать Поставить там четыре-пять буров Да, подряд Вообще будет жестко Тихо, тихо Фух, повезло А вы видели, тварь? Уже все позарывали Бедная моя буровая установка Ладно Я просто отвлекся немного Смотрим Так, медная руда Говно Ну и все Буровой трубки больше нету Поэтому опять нужно железо. Я пошел за железом. Но в любом случае мы сейчас сделаем так, чтобы он достал до самого низа. Я могу в любой момент вытащить все трубки. Чтобы вытащить все трубки, я должен сделать следующее. Я должен убрать алмазный бур. Потом сделать, чтобы была энергия. Заполнить энергией. И тогда он сам вытащит все трубки и положит в сундук. Ладно, пошел я за металлом. Так, все, короче, я разобрался. Разобрался, как работает эта машина от начала и до конца. То есть она выглядит так, да, смотрите. И кажется, как будто одна палка. Оказывается, нет. Он добит ширину ни одного блока. Для этого и нужен сканер, да. Я как раз прочитал подробно и сам посмотрел. То есть благодаря сканеру он сканирует вокруг себя область. И забирает в этой области ресурсы. То есть не из одной точки, а вокруг себя. Я сейчас проверил, сам прокопал. Реально, да. Получается по бокам большие дыры и там ресурсы отобранные. Теперь смотрите. Этот вот сканер, да, он самый дешевый. Он сканирует 5х5 блоки. То есть, получается здесь блок, здесь один блок. И вот такой вот квадрат получается. По идее. А, ну да, даже 3, 4. Вот, правильно. То есть ширина 5х5. Если мы сделаем крутой сканер, у него будет ширина 9х9. То есть 9х9. Это будет гораздо эффективнее. То есть я заметил, он сканирует. Смотрите, сколько он нашел. Видите? Это только сейчас я запустил. Он нашел 47 угля. Вы чувствуете запашок, а? Все. Это уже, можно сказать, что циклично может идти. Вот такая вот вещь офигенная. А я вам даже покажу. Так уж и быть. Уговорили. Кстати, у меня вот алмазная кирка. Я еще нашел алмаза. Поэтому пока я истрачу. Вот я спускался, спускался, да. И подумал, как... А он начал мне уголь выдавать. Я смотрю, что-то много угля. Это как-то ненормально. Не может быть такое, чтобы... Например, я поставил новый бурт, да. 8 штук всего лишь. И чтобы за это время он нашел там 45 угля. Такого не может быть. А все казалось просто. Он так копает, копает. Благодаря сканеру... Так, нет, не здесь. Подождите, где там было? Так. Вот. Он копал и сканером сам нашел это место. И до сюда вот он продобил полностью весь уголь, забрал. То есть, по идее, наверное, 5х5 имеется в виду от этого места. 5х5 блоков в эту сторону. 3, 4, 5. Да, скорее всего, так. Так, раз, два, три, 4, 5. Вот как-то так. Когда я его видел, здесь, получается, половина была не собрана. А вот такая дыра была. Я сразу понял. Да, он такие дыры копает. И там дальше, видите, они везде такие. Поэтому... Это офигенная технология. То есть, нет смысла их ставить рядом друг с другом. Теперь точно. Сейчас я поднимусь, вам покажу. Все, нету больше, да, бура. Будем делать. Он, кстати, мне еще и железо находил. Я забрал здесь железо немножечко, к сожалению. Поэтому, да, рядом друг с другом смысла вообще никакого нету ставить. Потому что он в радиусе забирает руду. Поэтому где-нибудь здесь вот поставить, отсчитать 9 клеток. Ну, 9х9, да, отсчитать радиус. И там поставить еще один бур и радоваться жизни. Фух, офигенно, конечно. Смотрите. 28 мм. грязь здесь. 22 здесь. Все. То есть полностью циклично сидит. То есть, он может по кругу работать. Мне не нужно даже за углем бегать. Но, в любом случае, сейчас я буду добывать металл дальше. Я говорю, с этим огромная проблема. Вот это все время трачено металл. И нужно будет еще бур. Нужен бур, бур, бур до самого основания. Потом вам покажу, что получилось. Потом мы вместе с вами поставим новую установку. Эту же буровую. Когда она закончится, мы ее поставим. И с самого начала соберем весь бур и будем продавливать. От самого высока до самого низа. Ну и сразу делаю такая вот у меня грядка получилась. Смотрите. Оп. Оп, вот такая грядка, да. То есть, мне, в принципе, ее хватает, чтобы делать хлебушек. Вот еще могу сделать и вот хлеб. Так, смотрите. Вот, получается, поставил лесенки, чтобы подниматься было удобно. Вот, получается, земля, да, идет. Я обязательно ставлю воду между ними. Я не знаю, сколько вода обмачивает... Как вам сказать это? Сколько квадратов обмачивает. Видите, вот у меня раз, два, три квадрата. Да, может быть, она больше захватывает. Но я привык сделать по три. По три кубика. Вот, видите, вся земля такая темненькая. То есть, она вся пропитана водой. Это я еще не делал. Потому что у меня нету семян. Ну, вот так вот, например. Она вся пропитана. Еще обязательно нужно еще свет поставить. Потому что они ночью расти не будут. И вообще, когда света малого, плохо растет. Поэтому я ставлю факел вот сюда вот. Можно было бы по бокам еще поставить факел. И было бы идеально. Вот так сбоку. А, ну да, видите, и здесь кирпич. Такой каменный кирпич. Дорогая вещь, конечно же. Ну, ума-то. Я потом планирую все переделать. Весь низ, все основание каменным кирпичом. Вот так вот. Ну, и еще давайте покажу. Помните, я говорил про вот эти вот стекла? Это не как в прошлый раз кубики. Да? Вот они, смотрите. Я про это вам говорил. То есть, эта фигня делается из кубиков. Смотрите. Я уже показывал вам. Ну, еще раз покажу. Во! Вот, я нахожу лазурит. Помните, мы делали стекло с лазуритом? А потом из этого я делаю стеклянную панель. Плюс ве в том, что она тоненькая. Хотя она ломается точно так, как и обычное стекло. Вот так очень красиво выглядит. Посмотрите, какая красота. Красота! Ну, ладно. Ну, вот про сканер я вам говорил. Так, здесь сейчас, секунду, звук неприятный. Неприятный звук. Сейчас мы будем делать тогда сканер. Смотрите, дойдем подальше. Вот здесь нормально. Вот он, обычный сканер, да? Сканер. Вот он, обычный. У него 5х5 блоки идут. А это такой, продвинутый, да? У него 9х9. Конечно, это выгоднее. Поэтому нам нужно апнуть. Обычно для этого нужно будет сделать... Так, золото, золото. Здесь золото и здесь золото. Давайте попробуем сейчас сделать. Посмотрим, хватит. Нам не хватит. По идее, золото у меня должно быть. О, уже! О, вот это заяло. Смотрите, в принципе, все готово практически. Или вообще все готово. Стоп. Красавчик. Какой красавчик. Ой. Так, ладно. Две штуки. Больше делать не нужно, потому что эта фигня бесполезная. Два провода, да, нужно? Где? Вот она. Let's go. Оп. 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 Ммм. А это что-то новое. Скажу я вам. Офигеть. Аж две резинки. Ну, не густо ли, а? Хм. Мразь. Ненавижу. Ой. Так, все. Два проводка есть. Два проводка. Два проводка. Ну что ж, в итоге мы можем собрать вот эту шляпу, да? И у нас будет офигеннейший сканер. GPX48. Так. И есть сетящаяся пыль. Ее легко добывать под землей. Если ломать землю, да, лопатой. Самое главное, чтобы это чудо не выкинуло мне все... Так. Для начала мы сделаем вот так. Давайте остановим. Чтобы она не выкинула мне все буровые трубы. Булыжник. Останавливайся, давай, братюня. Давай. Вот видите, у нее запас. А, она не выкинет, потому что у меня энергии не хватит. Давай, братюня. Прикиньте, сколько он мне набрал. Он мне больше 50 углян добыл. Прикиньте. Я столько не истратил за все время существования этой фигни. Все. Берем сканер. Сейчас, братюня, мы сделаем апгрейшн. Апгрейшн, подожди. Так, давайте сейчас по дорожке соберем резиночку. Ой, ой. Видите, она так вылетает? Да, конечно, все ужасно. Ой. Где она? Вот, все. Собираем. Она растет и собирает. То есть, у меня еще ни разу не было проблемы с резиной. Я эти деревья посадил, и я так больше новых и не сажал. Вот реально, потому что вообще никаких проблем. Смотрите, я собрал, 21 штука у меня. 21. И все там пережарено. Еще в сундуке. То есть, вот этого хватает спауна. Вон, плюшка. Ладно, все, пошлите. Все, взяли. Делаем разгон. Let's go. А, я врезался. Ладно. Так. Смотрим, как она выглядит. Так, две вверху. Я все равно не запомню. Две вверху. Так, фото память. Снимок сделал. Все, я забыл. Так, подождите. Офигеть, как я его соберу-то? Хорошо. Хорошо. Посередине. А-а-а. Блин. Улучшенная микросхема. Электросхема. Твари тупые, а. Только я обрадовался. Иди вот и кусок. Мда. Вот, смотрите. О-о-о-о-о-ой. Господи Иисусе. Я замучаюсь кому-то собирать. Блин. Два лазурита. Я же висит в стране. Ладно, все, забудьте. Как найду, короче, лазурит, я покажу вам. Я в печали. Потому что лазурит, я его очень редко находил. Ну, ладно, что поделать. Пойду я с горя собирать еду. У нас места больше нету, нифига. Это лишнее говно. Где? А, все, место есть, отлично. Ладно. Потом что-нибудь еще покажу вам. Или, когда найду металл, да, мы переставим установку. Ну, или если я найду лазурит, синий, да, его найти так же тяжело, как и найти алмаз. То есть, точно так же практически. Вот именно на этой планете, да, которая вот новая, сгенерированная, я нашел, наверное, одинаковое количество лазурита и алмазов. Одинаковое. Ну, ладно. Как же я обожаю в этой игре пещеры. Это просто жесть. А, столько уже пещер понаходил. Господи Иисусе, они бесконечные. Вы видите это, сколько здесь угля? У меня уже угля, не знаю, миллиарды. Так вот, вот опять. Вот что такое синее? Что такое синее? Я не могу понять, это алмаз или это то, что я ищу? Да. Господи, кто здесь, господи. Все, мы нашли то, что искали. А я вот, реально, я забыл, как алмаз выглядит. Я не могу их отличать. Или они вообще не отличаются? Нашли мы сраный лазурит. Зачем я сюда не пришел, собственно говоря? Можно сваливать. Нашел я металла, 20 штук. О, это хорошо. Хотя я здесь немного еще побегаю. Поищу еще металл. Металл. Так, хорошо. У нас все готово к тому, чтобы обновить наш сканер. Давайте мы это сделаем и закончим. Это будет наш первый такой выпуск по индустриальному. Моду, да? Я набрал очень много железа. Из них я сделаю бурт, да? И уже сам буду потихонечку собирать. И мы в следующей серии с вами полностью сами поставим установку. Я вам покажу, как все выглядит. Но сначала мы должны сделать апгрейд сканера. Так, сейчас попробуем. Я еще ни разу не делал, сейчас попробуем сделать. Нам нужен был один... Итем. Так, забираем сканер. Где я? Чтобы лучше работала установка, нам нужно сделать апгрейд сканера. Оп-оп-оп. Что нам для этого нужно? Давайте вспомним. Во-первых, нужна пыль. Потом... Сейчас мы опять все наберем. Вот это надо было. Вот это можно глянуть. Теперь давайте глянем, что нам нужно. А, нам нужно сделать улучшенная электросхема. Вот о чем мы застряли, да? Хорошо. Она делается так. 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 То есть, 4 красных, желтые и 2 синих. Ну-ка. Желтых. Так, по-моему. Ну-ка, я это пробую. Вот так. Или ему принципиально? Нет, ему не принципиально. Все. Сделали. Значит, получается, нам не нужна фигня. Электросхема. Нам нужна супер-электросхема. Теперь, что нам нужно, чтобы сделать улучшенный сканер? Так. Золотая оболочка. 3 пыли. Электросхема крутая. И 2 провода. Смотрим. Угу. И все у нас есть. Теперь, как это у нас выкладывать? Не знаю. Я это не запомню никогда. Так. 3, 2... Ага. 3, 2, 2. Все. Ну, поехали. Раз. Пром-два. Так. Теперь. Раз, два, три. Улучшенная. Ох. Красавчик. Хи-хи-хи. Ой. Ну вот. Кэр-сканер. Цэр-сканер. Видите, он сейчас, красная полосочка у него, он сейчас не заряжен, да? То есть, нам нужно еще его заряжать. А я уже сейчас докопаю. Поставлю еще новые буры, да? Мы вместе с вами сейчас сделаем, быстренько. Новый бур поставлю. Докопаю. Потом сам еще покопаю немножко. И уже вместе с вами поставим солнечный батарей. Чтобы я вечно так не бегал туда-сюда, да? За углем. Кстати, у меня ломаются итемы. Сейчас мы сделаем еще парочку буров. Буры. Для этого нам нужен молоток. И все. И кран. Раз, два крана. Все, отлично. Так. Нам нужно 3, 6, 12 штук. 12 штук. Ну, поехали. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 12. Как я сердце отрываю. Но это железо я еще потрачу на новые машины, да? Там, например, печку можно сделать хорошую. Самое главное сделать нам бур. Бур, 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 бур. Бульбулятор. Ой, бур. Так. Раз, два, все. Плюс 16, yes. И у меня полностью апгрейженная машинка. Тачку на прокачку видели? Ух, разбегавщи. Самое главное, чтобы никто не взорвался. Вы видите, везде все взорвано. Это вот криперы ходят. Так. Ну что ж, сканер стоит. Буровая труба, ее апгрейдить нельзя. Алмазный бур, поехали. Опа. Вот так вот. Что нам железо? Здесь еще угля полно. О, он золото нашел. Ути-пути-пути. Нам нужно железо. Давай, братюня. А, сейчас, вы видите, сначала заряжается. Давай, давай, заряжайся. Он сейчас будет заряжать сканер. Кстати, да, это вот первая ступень. Я тоже долго мучился. Я батарейками заряжал, прикиньте. Сначала мне не получилось поставить генератор. Я поставил близко. Я ходил и заряжал батарейками. А почему он так тяжело-то заряжает его? Подождите, я ничего неправильно сделал? Что-то, да? Ну, братюня, давай. Непонятно. Тихо, подождите, подождите. Кстати, он мог остановиться, потому что там что-то есть. Я уже говорил, если там будет вода или огонь, он остановится. Блин. Ладно, я тогда гляну. Ну, это уже в любом случае, это уже моя проблема. Спасибо за просмотр. Еще раз говорю, этот выпуск был посвящен именно буровым установкам, да? И мы еще сделаем отдельный выпуск, потому что это очень важно. В принципе, я говорю, здесь очень много машин. Там растет моя трава, короче, из которой я сделаю себе что хлеб. Ладно, в любом случае, всем спасибо за просмотр. Комментируйте видео. Всем пока.